всем привет собирался долго но решил записать это видео владельцы sigma единички тройки двойки и других компактных беззеркальных камер где несменная оптика часто испытывает ограничение связано с углом зрения собственно говоря объектив никак не поменять но мы сегодня поговорим про макросъемку что можно сделать даже имея макрообъектив который здесь стоит на сигме dp3 как можно уменьшить расстояние особо мелкие объекты например такое что-то подобное в стандарте значит заявленным производителем принципе по опыту могу сказать что камера снимать может с расстояния порядка 27 сантиметров то есть ближе снять не получается никаким образом она просто пишет что это сделать невозможно соответственно вы должны даже в макро режиме если включаете в данном случае включим макро режим вот примерно в районе 20 сантиметров ну скажем так это недостаточно для того чтобы получить крупный объект даже на высоком разрешении и зачастую этого не хватает какие варианты существуют вот подготовил несколько пакетиков один пакетик большой второй пакетик обычно все начинается с того что люди ищут какие-то обычные насадки те же самые линзы макро так называемый но вот есть такая линза то линза одна одинарная 667 здесь 46 размер у меня 52 но по идее принципе вы можете получить все равно какое-то представление насколько близко это возможно снять недостаток таких линз первую очередь тем что у них очень страшное искажение потому что это одинарная конструкция даже несмотря на то что она наведется по краям будет все печально очень значит следующий этап это специальная линза макро хроматическая конструкция так называю склейка из нескольких линз обычно это две линзы являются они конечно более точные зависимости от кратности но здесь примерно где-то с 15 сантиметров уже можно снимать такой линзой нужно будет потом сравнить по фотографиям что получится с такими линзами ну у них тоже есть недостатки это как правило малый угол ну и плюс количество света которые входят она ограничена диаметром самой линзы и самого объектива поэтому собрать больше света не получится сейчас достаточно прилично здесь светло и еще одно интересное решение которое я относительно недавно обнаружил я знал о существовании этих линз но не попадалось мне как попасть в руки есть вот такая вот большая штуковина действительно огромная можете увидеть ее поближе весит почти полкило это склейка из трех линз даже четырех по моему выпускала компания sony для видеокамер называется модель vcl hd 07 58 58 но кольцо я поставил здесь переходное поэтому чтобы вы понимали насколько это все здорово и я снимал я на улице обнаружил там массу хроматических аберраций снимать как бы какие-то пейзажные вещи но в черно-белой фотографии они вполне прилично получаются в макро обнаружился очень интересный результат ну во первых вы можете обнаружить что линза действительно огромных размеров то есть она порядка десяти сантиметров в диаметре соответственно входящее количество света можете со мной спорить но она значительно больше чем сам диаметр объектива это я проверил на съемках с разной чувствительностью с разными диафрагмами и несмотря то что замер камеры не позволяет скажем так он указывает все равно максимальную 28 но видно по светопередаче по глубине резкости и по светопотоку особенно в ps режиме которым я снимал видео видно что света собирается в несколько раз больше и снимать такой штукой на закрытых диафрагмах одно удовольствие но поскольку мы говорим про макро да здесь интерес перед вручить представляет то что это линза по центру имеет очень высокое разрешение и будет нам интересно фотографам которых нет возможности поменять оптику можно такую штуку с собой взять интерес в том что она снимает меньше чем 10 сантиметров по моим замерам во всяком случае может быть конечно и ближе ну и плюс несмотря на то что есть какие-то аберрации цветные по краям но изменив расстояние кольцами между объективом в данном случае фильтра стоит я их немножко уменьшу и во многих случаях где какая-то требуется деталь где нужно показать какую-то деталь особенно эта штука помогает в черно-белом варианте тоже интересные варианты получаются даже на пейзажной съемке стоит ну и в помещениях я снимал в помещении конечно угол значительно увеличивается он практически как на dp3 обстановится сегме я не запускал сейчас автор режим но в принципе это можно сделать чтобы уменьшить вибрации в ближайшее время ко мне придет штатив соответствующего класса для макросъемки специально спасибо виктору привет виктор и тогда можно будет уже показать что эта штука может на ландшафтной съемке макро режиме я снимал макро но с такими штативами специализированными не снимал точнее это было очень давно что еще интересно ну вот я покажу вам да потом посмотрите что получилось 16 диафрагма выдержка одна секунда блестящий объект поэтому сложно ему навести но по контурам ведем я думаю что найдутся люди которым будет интересно рассмотреть насадку тем более что интересно она в первую очередь потому что она не стоит космических денег хотя когда выходила и сейчас в новом варианте ее можно найти и за 20 тысяч и за 18 но попадаются случаи когда люди не используют и соответственно вы можете найти ее дешевле значительно потому что оригинальная например сигмовская раньше стоила в районе 100 долларов сейчас не знаю сколько она конечно маленькая но вот я говорю что угол зрения все таки ограничен он уменьшается в данном случае угол зрения здесь если вы снимаете в помещении требуется увеличение угла это конечно находка с точки зрения эргономики могу сказать что был тоже удивлен что при вас делаю то есть центр тяжести находится на объективе то есть она не сильно не перевешивает то есть удобно для рук передняя часть она обрезинена полностью защитная такая резинка стоит крышка большая огромная ну и вообще хоть он и страшно выглядит такой большой да это все таки лучше чем дешевле чем вторая камера специально для этих целей вот собственно говоря то о чем хотел вам сказать сегодня сегодня все я думаю что может быть многим будет интересно рассмотреть этот вариант да 0 0 0 0 0 0 0 0 Продолжение следует...